Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировский. Позже будет подан ископризнание сделки по продаже земли недействительной. Продажа городской земли в парке заводу охотничьего рыболовного снаряжения стала поводом для уголовного дела о мошенничестве. Осужден один из соучредителей завода Леонид Ефаркин. Уголовное дело появилось спустя несколько лет после сделки, когда новое руководство мэрии, правда теперь уже бывшее, признало муниципалитет потерпевшим в этой ситуации. Бюджет получил 300 тысяч рублей за землю, которую потом перепродали более чем за 100 миллионов. Программа Экономика. Скировчан хотят собрать почти 2 миллиарда рублей налогов. Началась массовая рассылка уведомлений на уплату. Срок для имущественных налогов 1 декабря. Заплатить за квартиры, гаражи, дачи, автомобили должны 657 тысяч жителей области. Сумма, которую от них ждут почти 2 миллиарда рублей. Получать уведомления плательщики будут двумя способами. В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или по почте. Не высылаются уведомления тем, кто по всем трем налогам должен меньше 100 рублей. Если до 1 ноября документы получены не будут, за ними нужно обратиться в любую налоговую инспекцию или в МФЦ, либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика. 2700 предпринимателей получили отсрочку по налогам. Правительство региона продолжает публиковать отчеты о том, как власть поддерживает бизнес в условиях ограничений за пандемию. Одной из самых востребованных мер называют рьготный кредит по 2%, который полностью спишут при сохранении минимум 90% штата и окладов до следующей весны. В Кировской области выдают такие кредиты 6 банков. За средствами обратились более 2,5 тысяч предпринимателей. Им выдано более 5 миллиардов рублей. Примерно столько же налогоплательщиков запросили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Стоит отметить, что налоговые льготы и самый распространенный шаг, на который решались регионы для поддержки предпринимателей. 78 субъектов из 85 приняли такие меры. В Кировской области снизили ставки по УСН для бизнеса из пострадавших. Сферы снизили платежи по налогам для владельцев недвижимости, если они снижали плату для арендаторов. В завершении о валютах. Доллар сегодня 74,93. Курс евро 88,86. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM